Здравствуйте! Это новости на Антенни 7. Смотрите сегодня в выпуске. Глаз да глаз. А что можно перевести? Там спрятать что-ли? Таможенники переворужились по последнему слову техники. Картина яйцами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа храмит. А мечи встретили Пасху на Соборной площади. Нужен гол. Верим в нашу команду. 3000 болельщиков поддержали Иртыш. Они будут скользкими, а ветер станет еще сильнее с порывами до 19-24 метров в секунду. Напомним основные правила при сильном ветре. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автомобили паркуйте в отдалении от них. Уберите вещи с балконов. При падении они могут нанести травмы людям. О возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефону 101. В такую погоду нужно быть поосторожнее за рулем. Фигурное вождение изучают сотрудники ДПС. А кто подготовлен лучше всех в Омске, выяснили во время конкурса профессионального мастерства. Итоги знает Светлана Урванцева. Сотрудники ВДД должны быть настоящим асом. Уметь выполнить и парковку, и змейку, и скоростное вождение. В этот раз на прохождение маневров участникам выделили минимальное время. Сложности добавило и то, что подобную круговую трассу инспекторы проходили впервые. Как показал этап, с заданием конкурсанты справились. Эти навыки необходимы в ежедневной нашей деятельности для оказания помощи участникам дорожного движения. В конкурсе название лучшего приняли участие 28 человек. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Кроме вождения, сотрудники показали, как умеют обращаться с стабильным оружием. А также продемонстрировали свою физическую подготовку. Завершились состязания экзаменом на знание правил дорожного движения. Служба курса автоинспекции, конечно, технически совершенствуется. Транспорт новый, техника другая, приборы. Но, тем не менее, очень ключевое и важное значение зависит от непосредственно человеческих факторов сотрудников ДПД. Вот как раз в рамках этого конкурса мы смотрим, насколько он профессионально готов показать помощь при дорожно-транспортном происшествии, отрегулировать правильно дорожное движение, обеспечить выявляемость нарушений правил дорожного движения. Этапы пройдены, жюри почитало баллы. В итоге первое место занял старший лейтенант полиции Сергей Фурлетов. Светлана Урванцева, Антенна-7. В Омске продолжается тотальная уборка. Общегородской субботник прошел неделю назад, но людей это не остановило. И в эти выходные навести порядок в городе решили сразу целыми семьями. Мамы, папы и дети убирали мусор и сухие ветки в парке «Трехсотлетие Омска». Как прошла семейная уборка, знает Ксения Бессараб. Это елка твой друг будет. Мама, это мой. Александра Анохина показывает детишкам, как определять возраст хвойного деревца. Семья пришла в парк «Трехсотлетие Омска», чтобы очистить этот зеленый уголок от мусора. И не страшно, что общий субботник уже прошел. Следить за порядком нужно круглый год. Мы собрались узким кругом единомышленников по семейному обучению. Это те люди, с которыми мы общались зимой во время законодательных инициатив по законопроекту. И мы захотели пообщаться не только взрослым составом, но и познакомить детей, приобщить их вместе к труду. Там у нас сейчас проходят и конкурсы, и веселье, и сладкие призы. Все весело и здорово. У меня сегодня день рождения, я решила его отпраздновать субботником. А что такое субботник? Ну, что-нибудь делать в субботе, да? Что-нибудь делать в субботе? А что мы делаем в субботу сегодня? Убираемся в природе. Единомышленники – те, кто однажды выбрал для своих детей семейную форму обучения. Ольга Щелкунова сейчас готовит документы, чтобы забрать дочку из школы. Мол, второклассникам педагоги дают мало знаний. И в этом виновата система проверок. Раньше в школе именно было стремление к знаниям. У учителей была такая возможность. А сейчас смотришь на бедных этих учителей. Им настолько гайки закручивают все крепче, крепче. Им не дают заниматься обучающим процессом детьми. То есть они вынуждены постоянно их только тестировать. Какие-то тесты, какие-то еще там. Я даже не могу точно назвать. Вот. И то, что как построен учебный процесс. То есть, ну, для нас он никак не подходит. На уборку в парк Ольга привела свою дочку Киру. Девочка уверена, для поддержания чистоты субботники нужно проводить чаще, чем раз в год. Как ты думаешь, когда нужно выходить на субботник? По субботу. Если хотите, чтобы было чисто, надо каждую субботу. Хоть бы там во дворе убираться, подметать. Месяцы переживаний по поводу отмены компенсации тем, кто учит детей дома сам, сплотили людей. А мечи неоднократно выходили на пикеты и митинги. И вот, людям удалось отстоять право на ежемесячную выплату. Зоя Родиевская говорит, что субботник – это жест благодарности властям. У нас небольшой праздник. Мы хотим поблагодарить власти города Омска, нашего губернатора, министра образования, за то, что они пошли нам на уступки и все-таки оставили компенсации. Семейникам это для нас очень важно. Мы переживали несколько месяцев и решили выразить свою благодарность добрым, хорошим делом. Хорошее дело поддержал и директор парка. Семейники попросили дать грузовик для перевозки мусора. А еще дети сами сколотили скворечник. Взрослые прикрепили его повыше. Синебесараб Юрий Дорошенко, Антенна-7. 2000 рублей – такой штраф грозит тем, кто будет жечь мусор и разводить костры на природе. В Омске режим противопожарной безопасности продлится до 9 июня. Простые правила дачникам напомнили спасатели. Любовь Федорова расскажет. Запрещается разводить костры и жечь сухую траву. В СНТ «Юбилейный» сегодня шумно. С громкоговорителем и мигалкой дачный поселок объезжает пожарная машина. Спасатели беседуют с местными жителями лично. Однако гостям рады не в каждом дворе. Лучше бы вы нашли, кто у меня яблонишь. Дачникам пожарные напоминают правила безопасности. Следить за отопительными приборами и не жечь траву на приусадебном участке. Погода стоит ветреная, поэтому Анатолий мусор после субботника закопал на участке. В СНТ «Юбилейный» полторы тысячи дачных участков. 160 семей живут здесь постоянно. Несмотря на то, что инструктаж по безопасности местные жители проходят дважды в год, пожары случаются. У нас в прошлом году произошел пожар. У нас так называемая «Новая дача», где-то передан треугольник. Там 243 участка у нас. В том году произошел пожар. Сгорел свой дом. Люди проживали постоянно. Но, вы говорите, что причина – это неисправность газовой оборудования. Противопожарный режим в Омской области начался и продлится до 9 июня. На это время запрещено сжечь костры. Не у дел останется и мангал. Пожарные планируют выезжать в СНТ во время майских праздников. Искать нарушителей будут и беспилотники. Тех, кого поймают с поличным, накажут штрафом от 2 до 4 тысяч рублей. Любовь Федорова, Антенна-7. Дорожные происшествия постоянно обсуждают в соцсетях. Сегодня не исключение. Смотрим ежедневный обзор от Любови Федоровой. Не доехал до пункта назначения. По дороге из Исселькуля под колесом автобуса провалился асфальт. Пазик сел бампером на дорогу, рассказал автор поста. А в комментариях читатели отметили, что есть в этом районе и дороги похуже. И добавили еще фотографии. В Исселькуле это норма, что тонут автобусы на дороге. Это весна, грунт оттаивает. Исселькульцы привыкли к этому. И скажу даже больше, это совсем не смущает наши местные власти. А на Московке в беду попала пожарная машина. Автомобиль съехал с дороги. Происшествие случилось на улице Тыторя. Очевидцы сделали фото и выложили их в Инстаграм. Люди, вероятно, ехали кого-то спасать, а из-за дорог не доехали, написала автор поста. Вместо дорог, где будут проводиться форумы в ноябре по приезду президента, починили бы дороги в труднодоступных местах. Что стало с Омском? С таким вопросом обратилась к пользователям автор этого поста. 20 лет назад наш город был самым зеленым городом Сибири. А сейчас, прогуливаясь в центре среди исторических домов купцов 19 века, видим горы мусора, сквозь которые даже зеленая трава не растет. Кто отвечает за порядок и чистоту? Мы с вами или коммунальщики? Факт остается фактом. Грязь, свалки и мусор вокруг, написала Амичка. В комментариях пользователи отмечают, что бардак в городе – вина самих жителей. Горожане – это самая первая проблема города. Именно они гадят и разваливают город. Амичи запустили новый челлендж в интернете. Дети ремонтируют съезды с центральных магистралей. На этот раз проспект Мира. Тем временем про маленького героя первого видео написала BBC. Британцы не поняли омского юмора. В России в период весенних паводков часто можно встретить размытые дороги, по которым невозможно передвигаться. Некоторые жители решают сами исправить это. И иногда их за это наказывают власти. Написано в обзоре сайта BBC. На Соборной площади выложили картину из 10 тысяч яиц. Такой творческий размах, а Мичи показали на пасхальных гуляниях. А вот пользователи интернета шедевр не оценили. Там точно целое яйцо? А то, может, из половинок картинку слепили? Продолжаем следить за самыми обсуждаемыми темами вместе с пользователями. Яйца, замечу, были целые. После праздника их раздали всем гостям. Всего на Пасху к Успенскому собору пришли 8 тысяч человек. Вместе со мечами в народных гуляниях участвовал митрополит Омский Таврический Владимир. Владыка не только прочитал молитву, но и посоревновался в армрестлинге. Смотрим. Пасхальное торжество началось с крестного хода. Ночью с субботы на воскресенье прихожане во главе со священнослужителями обошли собор по кругу. Уже внутри храма владыка Владимир прочитал пасхальную утренню и объявил о воскресении Христовом. «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры, в жизни у каждого из нас бывает много радости. А чтобы была такая общая радость, как у нас сегодня, в день Святой Пасхи, когда воскрес наш Господь Иисус Христос, потому что мы знаем, что раз Он воскрес, придет время, когда и мы умрем, и потом тоже воскреснем». Затем владыка окропил святой водой пасхальные яйца. 10 тысяч штук прямо на Соборной площади сложились в мозаику. «Пасха-2019 в Омске превратилась в праздник общегородского масштаба. И не случайно его назвали пасхальным хороводом. В нем каждый смог пройтись по кругу творческих площадок и мастер-классов, например, по колокольному звону. Кроме традиционных куличей и яиц, омичи отведали блюда полевой кухни. Гостей почивали кашей с тушенкой и пловом». «Семослужбе не удается пообщаться людям, а где им поговорить, пообщаться, поиграть, похристосоваться. Вот эти хороводы прекрасные. Мне очень хочется, чтобы это все развивалось, росло, чтобы люди больше узнавали, больше вспоминали свои традиции». Необычную пасху омичам подарил молодежный отдел Омской епархии. Анна Рыбина, Антенна-7. Продолжаем выпуск. Контрафакт есть? А если найдем? И ведь находят сотрудники таможни. Только в этом году на границе с Казахстаном задержали и вернули несколько тысяч тонн товаров. Фрукты, овощи, одежда. Находить запрещенную или продукцию без документов помогает не только острый глаз, но и специальная техника. Ее вместе со специальным таможенным автомобилем сегодня посмотрели Денис Ионос и Максим Баринов. Пересечь границу вовсе не значит ввести на территорию страны содержимое автомобиля. Теперь нужно пройти этап постконтроля. Это новая служба Омской таможни. Транспорт проверяют выборочно, уже после проверки пограничников. Ищут возможных нарушителей на границе, разъезжая на таком мини-офисе. Обзорность в самом автомобиле очень небольшая, но тем не менее сотрудники таможни видят все, что происходит снаружи на экране этого монитора. А все потому, что на улице стоит вот такая переносная камера. И если по трассе, например, движется фура нарушителя, а она обязательно есть в базе данных, то сотрудники выходят и уже останавливают его. Помимо проверки документов и товара, заглядывают в самые труднодоступные места. Вы как будто собрались на такую высокотехнологичную рыбалку, взяли удочку. Расскажите, пожалуйста, что это и для чего это нужно? По сути дела, это обычная камера, которая подключается к планшету или к мобильному телефону с экраном. И с помощью которой можно наблюдать труднодоступные или скрытые от обычных глаз места и посмотреть, что там находится. Насколько я понимаю, камера беспроводная? Камера беспроводная, да, совершенно верно. И вот на экране смартфона мы можем наблюдать, допустим, какие-то скрытые части, которые иногда в каких-нибудь условиях погодных или так далее сложно увидеть. А что можно перевести, там спрятать что-ли, да, что-то? Ну, допустим, скрытую полость какую-нибудь или скрытый резервуар или скрытую емкость какую-нибудь для хранения чего-либо. То, что мы обычным или обывательским взглядом, это не увидим. А в большом автомобиле, в том числе в таких скрытых местах, можно перевести много чего запрещенного. Тоннами измеряется продукция, которую только в этом году и только в выборочно остановленных авто задержали и вернули. На какой-то товар документов нет или они оформлены неверно. Нет фитосанитарных или ветеринарных сертификатов. А кто-то, может, и не полностью оплатил таможенные пошлины. Пересечен в ВОЗ и уничтожено более 36 тонн контрсанкционных товаров. Задержано и выведено из оборота в Черлакском районе Омской области более 335 тысяч единиц контрафактной продукции. В большинстве в своем это одежда, маркированная известными товарными знаками. Зачастую дежурить на трассах приходится ночью. В темное время суток поток машин, пересекающих границу, куда больше. Но камеры у сотрудников постконтроля имеют функцию и ночной съемки. Денис Сеонос, Максим Баринов, Антенна-7. Узнать о своих долгах омичам предложили судебные приставы. В нескольких точках города развернули мобильные пункты. Прохожие могли узнать сумму долгов и тут же оплатить. По статистике омичи вовремя не оплачивают кредиты и штрафы ГИБДД. Акция прошла перед майскими праздниками не случайно. Для должников действует ограничение выезда за пределы страны. Отследить свою задолженность можно, обратившись в службу судебных приставов или на сайте. Рекомендую всем нашим уважаемым жителям города Омска проверять наличие задолженности, проверять наличие ограничения перед выездом, делать это заблаговременно, чтобы в последний момент предвкушение оставаться от очередного события своего знаменательного и не бегать и не собирать документы, которые будут необходимы для снятия ограничения. Новости спорта. «Авангард» привез в Омск серебряные медали и Кубок Востока. Домашний тур нашей команды стартовал в детском хоккейном центре «Авангард». Овация юных хоккеистов, воодушевление, красно-бело-черная тона, блеск серебряных медалей, атмосфера большой дружной семьи. Приветственное слово президента «Авангарда» Максима Сушинского. Вдохновенно поэтический ответ юных хоккеистов. «Защищая честь команды, мы себя не пощадим. Нас на поле вдохновляют, вера в нас победим». Фотографии на память, дружеские рукопожатия, восторг юных спортсменов. «Все круто, все классно, все замечательно, заняли второе место. Можно брать пример». Яркие эмоции. Нападающий «Авангарда» Денис Зернов вспомнил, что совсем недавно был юным хоккеистом. «Сам недавно таким был, поэтому помню. Буквально недавно я смотрел на старших товарищей и мечтал в команду мастеров попасть. А сейчас вижу их и понимаю, что у них все есть для этого. Хорошая школа сейчас, академию построят, поэтому у них все есть, чтобы попасть в команду мастеров». Шансы юных хоккеистов будут расти. Время летит быстро. Через 2-3 года ребята вплотную приблизятся к основной команде. К этому времени в Омске будет возведена новая хоккейная арена. О главных темах предстоящей стройки рассказал председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. Главный момент – арена будет построена заново, и ее вместимость превысит 12 тысяч зрителей. Кроме того, определены еще несколько критериев. Они связаны с комфортом. Создание современных фудкортов и зон отдыха, удобное расположение входов и выходов. «Это тоже очень важно, и современные тенденции говорят о том, что не должен быть один вход. Арена должна со всех сторон иметь входы и выходы, чтобы удобно было заходить и выходить. В общем, вот эти три важных принципа заложены в техническое задание на проектирование, к которому мы сейчас приступили». Еще одно важное решение этих дней – подписание нового соглашения с тренером по физподготовке Брэндоном Бови. По словам Максима Сушинского, новый договор заключен на два года. На такой же срок продлен контракт с нападающим Кириллом Семеновым. Есть изменения в когорте легионеров. Команду покидают Дэвид Дерне и Виктор Стольберг. Вратарская линия «Авангарда» пока остается без изменений. «Я думаю, что Игорь Бабков показал в плей-оффе, что он может быть первым вратарем, пока у нас не стоит задача поиска иностранца». Оптимизм главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. По словам наставника «Ястребов», он гордится командой. Впереди высокие цели. «Мы продолжим работу. В следующем сезоне, точно так же, как и в предыдущем, с первого дня будем и выкладываться по полной. Поскольку ребята почувствовали вкус финала, и они будут делать все для того, чтобы вновь оказаться там и даже превзойти этот результат». Кульминация тура – встреча с болельщиками. Более пяти тысяч мячей заполнили площадку у Центра торговли и семейного отдыха «Континент». Весь сезон поклонники «Авангарда» болели, переживали, верили в команду. «Мои эмоции, очень, вообще зашкают эмоции. Мы уже ждем за нашу команду!» Долгожданная минута. Хоккеисты, тренеры, персонал, руководство команды вышли из автобуса, двинулись по узкому коридору, приветствуя болельщиков. Вихрь эмоций постепенно переходил в шквал. Ястребы поднялись на сцену. Яркое и дружеское общение болельщиков с командой продолжалось около часа. «Было видно, что ребята старались, что мы смотрели все игры, переживали вместе с командой. Ребята сделали, я думаю, все, что в их силах. Они молодцы. Будем ждать кубка в следующем сезоне». Накал держится. Впереди чемпионат мира по хоккею. В сборную страны вызван Илья Михеев. И скоро будут новые новости о переходах игроков. Владимир Ростомин, Андрей Кузьмин. Антенна 7. Более трех тысяч болельщиков пришли поддержать футболистов Иртыша в первом домашнем матче весенней части первенства страны. Наша команда сразилась с принципиальным соперником – барнаульским «Динамо». Слово Владимиру Истомину. Стартовый напор РТШ. Быстрые атаки по флангам. Забегания, передачи, навесы. Хороший момент у полузащитника нашей команды Артура Шлеермахера. Удар в разрез между защитниками. Барнаульскую команду выручил вратарь Богдан Корюхин. Следом еще одна атака. Рыбокоопасный прострел нападающего РТШ Андрея Разборова. Динамовцы самоотверженно защищались, прессинговали. Пытались действовать через быстрый обостряющий пас. Футболисты РТШ здорово сыграли в отборе. Перехваты, три скоростные атаки сходу. Гол. Разборов орвался в штрафной пробил. Мяч отскочил к Кириллу Морозову. Полузащитник РТШ отправил мяч точно под перекладину. 1-0. Мы понимали, что команда соперника будет больше играть обороны. И старались играть больше быстрыми атаками, либо атаками с флангов. Как и получился, получается, мой гол. И шла передача с фланга. Я подключился в атаку. Чувствовал, что вот-вот мяч меня отскочит. Как так и получилось. Отскочил мне под ногу и пробил. Атаки на Кураже. Отличная передача Владимира Лишенко. Удар Ильи Берковского. Еще один хороший пас. Защита гостей в постоянном напряжении. 100% момент у Андрея Разборова. Наш форвард вышел 1-1 с вратарем. Обыграл голкипера. Мяч попал в штангу. Давление РТШ нарастало. Болельщики мощно поддерживали нашу команду. Этот матч мы ждали очень долго. Игра замечательная. Мы очень счастливы. Иртыш забил. Мы ждем сегодняшней победы. Верим в нашу команду. Натиск Иртыша. Высокий темп. Хорошее взаимодействие. Дальний удар Кирилла Морозова. Рывки и открывания главного бомбардира нашей команды Андрея Разборова. Активное подключение защитников Александра Масловского и Владимира Пономарева. И еще один отличный момент. Разборов получил мяч штрафной. Финт удар. Мяч прошел рядом со штангой. Игра нам сегодня давалась. Мы создавали кучу моментов. Конечно, сегодня подвела реализация. Мы должны были в первом тайме заканчивать, наверное, 4-0. Но это футбол. К сожалению, не реализовали свои моменты. Соперник наказал. 59-я минута. Перехват в центре поля. Быстрый пас. Нападающий «Динамо» Владимир Завьялов пробил точно в угол ворот. Трудные минуты. Потеря очков в домашней игре очень осложняла борьбу за победу в соревновании команд восточной зоны. Иртыш вновь пошел в наступление. В серии угловых хороший удар Пономарева. Вратарь «Динамо» чудом выручил свою команду. А мячи насели на ворота соперников. Гости защищались. Главный тренер «Артыша» Владимир Арайс провел замену, усилил атаку. Наша команда сумела забить столь нужный гол. Пономарев вновь вовремя подключился в атаку. Протолкнул мяч в сетку. Эти замены вышли, мы добавили скорости, заработали этот стандарт угловой. Пошли все кучей туда. Ну так удачно ко мне мяч отскочил. Битва до последних секунд. Гости нашли силы взвинтить темп и едва не сравняли счет. Защитник «Артыша» Станислав Мареев вынес мяч с ленточки ворот. Это спасение стало решающим на финише матча. «Артыш» одержал трудную, но важную победу со счетом 2-1. Просто благодарен ребятам, что они дожали этот матч. Очень сложный, такие матчи бывают. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Соперничество команд продолжится. Следующий матч «Артыш» сыграет 5 мая в Барнауле. Владимир Ростомин, Максим Баринов, «Антенна-7». К этому часу у меня все. До встречи в эфире. Время играть в «Каскаде». Приглашаем детей и родителей весело провести время в наших развлекательных парках на четвертом этаже. Подробности уточняйте в ТЦ «Каскад». Вы не согласны с расчетами вашей пенсии? Вам не засчитан период учебы, декретного отпуска или службы в армии? Получите консультацию у профессиональных юристов Центра «Сиберия». Предварительная запись по телефону 33 99 44. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова